Всем большой привет. Я, как всегда, куда-то бегу. В этот раз я бегу в взрослую поликлинику. Мне нужно собрать всяких анализов для того, чтобы уходить с близнецами в бассейн. Причем им нужно меньше анализов, чем мне, понимали. Ну да ладно. Причем еще такой момент, что сами врачи мне говорят, а может быть вы плотно сдадите? Потому что там типа свежие нужны, которые анализы... Сейчас она обожгла крови. Надеюсь, что не обожгла. Свежие анализы, которым не больше недели. Не знаю, сейчас в общем попробую. Сейчас зайду к врачам и надеюсь все получится. Там уже меня ждет няня. Сейчас близнецами посидят. Они как раз у меня уснули. В автобусе поставляют и укачала их. Я пока быстренько по врачам сбегу. Еще взяла гинекологу УСИ, который делал сто лет назад. Ну, надеюсь... Ну, я тоже покажу. У меня же ничего не изменится внутри за пару месяцев. Мы уже дома. И меня в телеграм-канале просили показать распаковочку. Вчера забегала в фамилию и там привезли нижнее белье мазыкеевское. И я, конечно же, не удержалась и купила мальчикам трусишки и маечки. В общем, смотрите, взяла вот такие трусики. Это 4,5 на 110. 5 пар. Вот такая вот расцветка. Вот цена 700 рублей. А в мазыке они даже со скидкой стоят 1200. И взяла вот такие. Это уже на 116. На 5-6 лет. Взяла на прозапас. Пусть лежат. Не знаю, будут они, не будут. Увидела, купила. Пусть лежат. И сейчас федечки я взяла. Вот. 98, две маечки. Думаю, чтобы он в них сейчас спал. Потому что довольно-таки жарко. И он спит в футболке. Все равно она такая плотная. Очень мягкий хлопок здесь мне нравится. Очень мне нравится нижнее белье от мазыке. Эфедя даже сейчас входит в трусиках тоже этой фирмы. Такая маечка зелененькая. С динозавром. И вот такая беленькая. Можно даже дома в ней ходить. Ну, давайте в трусике достойно покажу. Взяла обычные. Кулавка носила. Парни как-то это видите. Вот. И такие они. Ну, здесь все с тиграми получается. А там уже мышеньки какие-то. Ладно. Не судила. Да, у нас такую цену. Янчик. Вы хотите лягушку сейчас? Потом Роме такие следочки взяла. Он просил. Я сейчас заходила в Атоню. Такая вот пирамидка классная. Деревянная. Это фирма. Хэппи? Хэппи? Нет. Хэппи. Не знаю, правильно произошло, нет? Ну, speak English, я сойду. Ну, что, вот так она выглядит. Тут уже у меня парни разобрали детальки. Ты-ка покажу. Ладно. Голова еще. Есть один минус, что она не валяшка. То есть, если ее собирать, то... Вот, видите, все сваливается. Если ее собирать, то ее нужно держать. Еще тут есть такая погремушка. Что-то грибянное все. В общем, все пошло в разнот. Уже теперь сложно снять обзорчики. Ну, в общем, вот так оно будет. Что там, дырочка, да, Ян? Кто-нибудь будет нанизывать? Одевай сюда. Сюда, Ян. Ян. Ян, вот сюда. Одевай. Вот так. Опа. Опа. Смотрите, я заходила в Тоню и взяла мальчиком вот такие вот паильники. Это бренд Манчикен. Что мне нравится, так это, во-первых, здесь утяжелитель для воды. То есть под любым наклоном ребенок может пить. А у нас были от Хэппи Бэйби, и там просто трубочка стоит, как бы не очень. Ну, вот эта история классная. Легко открывается. И еще, сейчас вам покажу. Когда вы закручиваете, бутылочка прощелкивает, и там нет силиконовой такой резинки, которая у меня постоянно в Хэппи Бэйби вылетала. Смотрите, я открываю, вот, во-первых, это подвижная штучка, и вот так закручиваю просто до щелчка. Все. Ну, конечно же, не проливай. И от Хэппи Бэйби, смотрите, здесь нет утяжелителя, просто трубочка. Потом... А, не убрали здесь силиконовую прокладку. Просто в предыдущем паильнике у меня от Феди там была силиконовая прокладка, и она постоянно выпадала, мне это раздражало. Потом, пока вы вот так вот закручиваете, сами проверяете, вот здесь вот все прокручивается. Ну, в принципе, тоже удобно. Но, если, допустим, совсем мало воды наливается, то уже ребенку неудобно пить, если он наклоняет, то вот здесь вот вода, она не будет, естественно, питься. Поэтому рекомендую вам Манчикин. Петь был паильник тоже с утяжелителем от Фишер Пресс, но там тоже была вот эта вот силиконовая подложка, и она иногда выпадала. Поэтому классная находка. Рассмотритесь к этому бренду. Я еще хочу взять, там у них стаканчики есть обычные, и тарелочки. Помните, в прошлом влоге я показывала вам про безопасность? На двери мы взяли вот такие вот стопы, но Федя их постоянно снимает. И он еще может так захлопнуть, что он превращается в лепешку. То есть в любой момент он может причемить пальцы детям. Поэтому я от Happy Baby заказала вот такую вот штуку, мягкую. Я не думала, что она будет такого большого размера. Но, во-первых, он не снимет из-за ручек. Во-вторых, вот как бы, как сильно бы я не надавливала. А, ну вот вам скажу. Вот все. Если так, то никак. Ну и плюс только прикольненький дизайн. Конечно, вот эта штука намного бюджетнее, потому что малыши ее погрызли. Но вот эта посимпатичнее выглядит, и, как мне, мне кажется, что более безопаснее. Далее Рома установил вот эти вот замки на окна, потому что до этого Федя вставал и опирался на эту сетку. Я вообще очень сильно была зла в тот момент. Я гуляла с малышами здесь, и он мне махал рукой. И я просто звоню Рома и говорю, какого черта у нас ребенок там стоит. Вот. Поставили. И если открывать вот так, то тоже он включается не до конца, но уже побольше воздуха проходит. И ключ выставлять, если бы с ним окно помыть, или еще что-то. А вот с этой стороны мы вообще сняли. Потому что тут на сетке ничего. Всем привет. У меня сегодня такой образ. Мамка на выгуле. На самом деле мы сейчас ездили в оптику, и я заказала себе новые очки. Потому что, во-первых, моим 8 лет, во-вторых, мне проверили зрение. У меня минус 2. Один глаз. Второй минус 75. 1,75. Вот, сейчас заказала новые очки. Прикольные по акции. Я взяла блок, оправа обошлась в 6 тысяч. Сами линзы 8. Там еще за работу мастера что-то взяли, не знаю. В общем, все вместе 16 тысяч отдала. И еще линзы тоже другие купила с новым минусом. И на самом деле мне сейчас дали линзы, которые однодневные. И я скажу, что действительно мир стал поярче. Рома едет целый круг, давай. За деньги, да? За деньги. Сейчас мы тут везем кушать. Фаерки, чем-то не знаю, что такое. Ладно, все, прерываюсь. Дорога, и у меня малышин в коляске. Вот, матьешки еду. Мирошки, штанишки не одела. Наверное, попозже одену. Здесь будем кушать. Доброе утро. На следующий день есть пара новостей, которые я вам хочу рассказать. Потому что у мальтишек, он, не знаю, какой-то вирус, у него диарея. Просто у меня подгузники за час, наверное, по штук пять. У Мироши еще как-то попроще. Вот у Янечка, конечно, посильнее. И буквально позавчера, в четверг, у него еще была рвота. И довольно-таки большая и часто. Я вызвала скорую. Они сказали, что прям каких-то прямых показаний ехать в больницу у него нет. Вот, сказали наблюдать и больше поить, чтобы у него не было обезбоживания. И, в общем, я налила вот в эти наши пареньки водичку и энтеросгельт это развила. Чтобы хоть как-то помочь кишечнику, желудку. Ну, что ты делаешь, Мироша? В общем, я с Яном вышла на прогулку с Мироши, дала Янчику смесь, и его просто фонтаном вырвала на коляску. И вчера я ее постирала. Мы все чехлы сняли, он сейчас сушится. Рома забыл достать на ночь. На балконе быстро высохнет, еще за одну корзину сняла, постирала. Вот такие новости. Все, садила мальчишка в тюрьму. Сейчас будем вкуса. Хотела прокомментировать каши Nordics, которые я вам показывала недавно. Действительно, очень крутые каши оказались. И мне девочки писали тоже в комментариях, что они ими кормят своих детей. Они очень вкусные, правда. И вот так вот хорошо развариваются, мне нравится. Это как раз таки пшеная каша. Вот так вот я ее просто пипятком заварила. Но девочки писали, что лучше варить. Еще будет, еще лучше. Вот дети голубые требуют еду. Сейчас будем кушать. Сейчас мама дает вам все, все, все. Заканчиваю снимать. Мы вышли вечерком прогуляться. У нас тут импровизированный пруд. Рома называет это лужа. Так он выглядит. И здесь классно. У нас аэропорт недалеко. Здесь самолеты на посадку садятся и взлетают. Он как раз летит. Я налила себе кофе и хочу немножко с вами поболтать. У меня есть несколько тем, которые я быстренько сейчас с вами обсужу. Мальчишки спят с Ромой на улице. И дабы мне не мешать, у меня есть буквально несколько минут. А что я хочу обсудить с вами, конечно же, тему здоровья. Она нас никак не покидает. Я уже говорила ранее, что у малышей была, у Янчика была рвота и у них была диарея. И как раз таки в этот день мы в четверг были записаны к нашему педиатру. Я у нее спросила, может быть там какие-то анализы сдать или еще что-то. Она говорит, это нормально, у малышей диарея бывает на погоду. Если честно, меня это немножко смутило, так как каких-то таких супер изменений в погоде у нас нет. Да, была там гроза, буквально 5-10 минут и все. Поэтому не знаю. Я грешу, что это какой-то типа ротовируса, но это не ротовирус. Потому что у Мирона была диарея, затем все это началось у Яна. Они сейчас все лижут, все облизывают, под все не постелить соломочку. Мы и так как бы стараемся регулярно все умыть и убирать полы. Каждый день мою пылесосим, игрушки протираем. Но, как говорится, знаете, они там могут, пока я отвернусь, не замету что-то лизнуть. И в итоге... Здрасте, пожалуйста. Но сегодня уже им намного лучше. Я им на Юэнтероскель, там по инструкции прочитала сколько и как. Вроде бы мы пошли на поправку. Хочу еще прокомментировать свое зрение. У меня стало оно хуже. Один глаз левый минус 2, правый 1,75. Я спросила у офтальмолога, с чем это связано. Она говорит, что, конечно же, здесь причастны и роды, и постоянное сидение в телефоне. Еще также я, Гришу, люблю читать, как сказать, в неосвещенном месте. У нас в комнате Штора Блэк Аут. И, в принципе, мне видно, я читаю, но это тоже могло повлиять на мое зрение. Жду новые очки. Сказали, через неделю уже будут готовы. Классно. Еще она сказала, что она мне рекомендует ходить в очках хотя бы 2 раза в неделю, то есть полный день, находиться в очках. Так как я ношу линзы, мне вообще очень удобно и комфортно. Но также с малышами они будут постоянно стягивать. По возможности буду, конечно, теперь почаще появляться в очках. Но, в общем, я предпочитаю больше линзы. Может быть, в будущем сделать операцию на хрусталик. В общем, на улучшение зрения. И еще немножечко прокомментирую свой варикоз. Да, у меня нога побаливает. Когда у меня сильно болит, я хожу в компрессионных чулках. Но, допустим, вот эти 2 дня. Вчера и сегодня мне было получше. Я их даже не одевала. Одела только под вечер, когда уже долго ходила. Не знаю, с чем это связано. Но, в общем, на шубах это так. Не каждый день. Наверное, это тоже моя ошибка. Но девочке так жарко. И представьте, они супер плотные максимально. Хочется, чтобы кожа все-таки подышала. Завтра мы с близнецами идем сдавать анализы на терапиоз. А потому что вам в четверг или в среду у нас комиссия для того, чтобы начать ходить в бассейн. Я еще заметила, что Мирон у нас до сих пор не сидит без рук. Ему нужна обязательно опора. Хотя по развитию ему уже прах сидеть свободно. Но он недавно начал полыть на четвереньках. То есть его спина была еще не готова. Я особо не спешу. Может быть, как раз-таки и физиотерапия, и бассейн даст какие-то свои плоды. И немножечко ускорит этот процесс. Ян у меня уже стоит, держится у нас на одной руке. Второй он может свободно управлять. И уже пытается перешагивать. Думаю, что ближе к году он пойдет. Но также я не буду загадывать. Потому что Федя у нас тоже все это делал. В итоге он пошел в год и четыре. Кстати, завтра я еще зайду в женскую консультацию. Мне нужно забрать анализы для бассейна тоже мне. И мне нужно записаться к дерматологу. Потому что сейчас мне куда-то ехать непонятно куда. Наверное, платно схожу будет быстрее. И дерматолог, гинеколог и эндорбез. Мне нужно тоже дать. Все. Еще мне нужно купить купальник. Закрыто. Потому что мой желтый у него вот такой вырез. То есть в нем особо, наверное, мне тоже заниматься будут с близнецами. Сейчас как раз-таки посижу, посмотрю, что есть. Спасибо всем большое за просмотр. У меня много новеньких подписчиков на канале. Я этому очень рада. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, обязательно спускайтесь в комментарии и пишите их. Я в следующем влоге буду отвечать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Переходите в мои шоцы. И до скорых встреч. Пока-пока.